Иисус Христос – звезда ранняя и утренняя. Сгущаются тучи, скукоживается пространство жизни, страх наступает повсеместно. Сводки с фронта – одна тревожнее другой. Паника берет власть в свои руки, командующие исчезают с бункера, улицы городов пустеют, полицейские творят произвол, морги не справляются с нагрузкой, конвейер смерти работает на полную мощность. От беспомощности угасает дух, тишина. То ли ветер шепчет, то ли это шепот пересохших губ. Господи, спаси нас! Конечно, этот апокалипсис не так однороден. На карте смерти горделивых мечтаний сияют островки жизни и надежды. Это христиане. Это непобедимые ученики Иисуса Христа. Они, как звездочки в небе, проявляются ярче, когда темнота становится гуще. Мы ищем звезды. Мы всматриваемся, вслушиваемся. От звезд исходит свет, надежда, жизнь. Спасибо вам, святые дети Божьи, верные пастыри, неугомонные благовестники, неумолкающие молитвенники, спешащие к одиноким, к больным, с хлебом насущным, с пакетиком лекарств, со словом любви, волонтеры. Благодати вам желаем. Вот оно время, когда вера слов проходит проверку на прочность. Живая вера и оптимизм жизни христиан приводит меня в изумление, заставляет поднять глаза в небо и со слезой умиления воскликнуть. Как благ ты, Отец мой небесный, как велик ты в любви своей, как долготерпелив и много милостив. Спасибо тебе, Господь, спасибо, Отец. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. В этом мире, который любит Бог, живешь и ты, и тебя любит Бог. И к тебе Бог послал Сына Своего Иисуса Христа, чтобы спасти тебя, чтобы ты имел жизнь вечную.